здравствуйте уважаемые друзья с вами Алексей Кузьмичев и в сегодняшнем видео уроке мы рассмотрим простой способ создать текстуру боке при помощи фотошопа и так для работы нам с вами понадобится фотография собственно из которой мы и будем делать текстурку желательно для этих целей использовать фотографии сделанные в ночное время и чтобы на них было изображено как можно больше вот таких вот разнообразных светящихся объектов тогда ваша текстура будет выглядеть намного интереснее поэтому выбирайте любой свой снимочек и приступайте к работе после этого как вы выбрали фотографию давайте сделаем дубликат этого слоя нажимаем комбинацию ctrl j на клавиатуре и теперь переходим в пункт фильтр выбираем здесь размытие размытие при малой глубине резкости у нас загружается данный фильтр немножечко подождем и как раз его помощью мы с вами будем создавать текстуру боке как видите у меня уже изображение приобрело вот такой вот вид давайте немножечко расскажу вам про настройки данного фильтра чтобы получить текстурку боке из вашей фотографии выставляем здесь источник прозрачность фокусное расстояние вы можете менять по своему желанию перетаскивая ползунок вправо мы возвращаем детали на фотографию как вы видите то есть чем правее наш ползунок тем больше детали на изображение мы с вами увидим вот так вот данном случае можно оставить следующим пунктом у нас идет пункт форма который позволяет нам выбрать форму наших бликов здесь у нас есть много вариантов вы можете выбрать треугольник квадрат пятиугольник шестиугольник и так далее здесь все уже зависит от ваших вкусов ваших предпочтений поэтому выбираете то что вам больше нравится и используйте мне нравится больше блики с ровными краями поэтому я выбираю восьмиугольник следующий пункт это у нас радиус позволяет задать радиус наших бликов соответственно чем больше он тем соответственно больше блики у нас на фотографии следующие два пункта кривизна и поворот нам с вами здесь абсолютно не нужны поэтому их просто оставляем без изменения и последний пункт это у нас яркость и и мы с вами используем в том случае если хотим добавить побольше яркости нашим бликом в данном случае меня здесь все устраивает поэтому я оставляю все так как есть а ну и последний пункт шум его также я думаю не стоит добавлять поэтому тоже не трогаем здесь нажимаем кнопочку ok и в итоге у нас с вами получается вот такая вот красивая текстурка боке теперь ее можно скопировать control a control c мы нажимаем и вставить на любую нашу фотографию примеру вот сюда нажимаем control v при помощи свободного трансформирования control t мы растягиваем нашу текстуру не забываем зажимать клавишу shift чтобы пропорции у нас не искажались вот таким вот образом и растягиваем располагаем где-нибудь здесь нажимаем клавишу enter и режим наложения ставим экран вот таким образом смотрим до и после также если вам кажется что текстурка получилась слишком блеклой вы можете ее настроить при помощи корректирующих слоев давайте перейдем пункт изображение коррекция и выберем здесь уровни так и при помощи данного фильтра мы с вами можем настроить яркость так как нам нужно вот примерно так я думаю можно оставить нажимаем здесь клавишу ok и также можно добавить масочку чтобы стереть ненужные области в данном случае я хочу стереть текстурку с нашей модели выбираем черную кисть на палитре и на белой маске черной кисточкой мы закрашиваем ненужные области вот таким образом все как видите до и после ну что ж уважаемые друзья вот таким вот несложным способом вы можете сделать текстуру баки абсолютно из любой своей фотографии и теперь вам больше не нужно бродить по интернету чтобы найти качественные красивые текстурки баки потому что вы можете сделать их сами на этом все большое всем спасибо за внимание и увидимся в следующих видео уроках что вы можете сделать текстуру баки